Покаяние Книги Левит, которые описывают разные ритуалы, в том числе священнические действия при совершении жертвоприношений, человек должен был заколать жертвенное животное сам. Конечно, не всегда это делал, предпочитаю, чтобы это делали священники, но он делал это сам, должен был делать это сам. Ну, вообще, дело не хитрое, потому что это люди Востока, это скотоводы, которые это умели делать с детства, это нас не получится, и не получится, и не пересилить себя, а они все-таки это умели делать. Это не было у них социально-физиологического, психологического отторжения, хотя тоже старались избежать этого действия. И вот, закалывая сам, он возлагал на жертву руки, и в этом возложении рук он как бы сообщал этому животному, за какой грех оно сейчас умрет. То есть он как бы переливал грех в это животное, приобщал это животное греху, скидывал свой грех на это животное, и животное умирало вместо него. Это могло происходить и более в глобальном, в таком народном смысле затеи. И был праздник День Великого Священия, Йом-Кипур, описанный в 16 главе книги Левит, где приносилось грех за, то есть очищение за грехи всего народа, и за грех священника, и за грехи всего народа. Вот, и то же самое, люди возлагали руки на козла отпущения, этим как бы разделяя с ним свой грех. Вот, один козел потом приносился в жертву, а другой изгонялся в пустыню, становился этим козлом отпущения. Вот, собственно говоря, так и происходило покаяние, то есть человек приходил пред лицо Бога, сокрушался в своем грехе, обнимал животное. Это же любимое животное, это же не купленное на рынке, это то, что выращенный, вскормленный с его рук, огнененок или теленок однолетний. Это не так просто сделать, вот, если у вас душа живая. И вот, обнимая, он говорил, почему сейчас он умрет, жизнь свою отдаст, за какой грех. Это были слезы раскаяния, слезы покаяния, и потом эта кровь, которую он проливала, обогряла его руки, которую он возлагал на это животное, и это приводило к очищению грехов, но не к изменению человека. Потом, уже в самые последние дни, накануне пришествия Христова, появилась практика, о которой свидетельствует Иоанн Креститель, когда люди согрешающие приходили к нему омываться в водах Иордана. Он, они исповедовали грехи, он окунал их в водах, и считалось, что вода смывает этот грех, но человек все равно озвучивал свои грехи, а потом очищался. Вот это озвучивание, произнесение и омовение водой или кровью, это то, что существовало еще в дохристианские времена. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok